Добрый вечер. Первый вопрос, с которого бы я хотела начать, это какие основные шаги нужно предпринять для оформления наследства после того, как умер ваш близкий человек. Законодатель предоставил наследникам 6 месяцев для принятия решения, либо принимать наследство, либо отказывать. Для подобных действий наследник должен обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего. С заявлением о том, что он принимает наследство, либо он отказывается от наследства. Для подачи заявления необходимо будет принести с собой к нотариусу свидетельство о смерти, подтвердить смерть наследодателя. Документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем. К таким документам относятся, допустим, если наследуют дети, свидетельство о рождении, супругам свидетельство о браке. При смене фамилий среди детей, допустим, в связи с замужеством, надо будет подтвердить еще свидетельство о браке. Это случаи, когда наследуются по закону. А если наследование происходит по завещанию, то необходимо будет предоставить нотариусу само завещание, оригинал завещания. Расскажите, как определяются размеры, состав наследства, если имеется несколько наследников? По закону наследование производится между наследниками в равных долях. В эту наследственную массу, мы называем наследственную имущество наследственную массу, в наследственную массу не входят доли супруги умершего. Если имеется, например, супруга и имеется имущество, нажитое во время брака супругов, одна вторая доля выделяется как собственность супруга, а другая вторая доля уже по количеству наследников между ними будет в равных долях делиться. Например, наследниками первой очереди, обычно чаще всего встречаются наследники первой очереди, относятся дети, родители супруги умершего. При наличии родителей, детей, там количество детей, допустим, скажем, что если будет пять наследников, супруга, родителей уже три и двое детей, пять человек, тогда имущество будет на пятерых делиться. Но если имущество приобретено во время брака, то есть не целое имущество, а одна вторая доля, так как другая вторая доля будет принадлежать супругу. А по завещанию завещатель, наследодатель, вправе определить самостоятельно доли наследникам, какую долю будет наследовать. Расскажите, пожалуйста, подробно, как оформить наследство, если завещание не было составлено. Вообще законодательством предусмотрено два вида наследования. Это по завещанию, либо по закону. Наследование по закону наступает в случае отсутствия завещания. Если есть завещание, наследники по закону не наследуют. За исключением отдельных категорий наследников, для которых законодатель предусмотрел обязательное вступление в наследство, несмотря на содержание завещания. То есть завещание, если сделано в пользу третьих лиц, эти обязательные наследники будут все равно наследовать имущество от той доли, одной второй доли, которая причиталась им по закону. К таким обязательным наследникам относятся несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, родители и супруг умершего. Нетрудоспособные – это люди, достигшие пенсионного возраста, либо имеющие инвалидности. Несовершеннолетние – это дети до 18 лет. То есть, если, допустим, есть совершеннолетние дети, но достигли пенсионного возраста, они будут наследовать одну-вторую долю, которая им причиталась по закону в случае отсутствия завещания. При отсутствии завещания у нас предусмотрены семь очередей для наследников по закону. Первую я перечислила – дети, родители, супруги. Вторая очередь – братья, сестры. Дальше идут двоюродные братья, сестры. Вот так и по седьмое колено, как говорится. С какими основными проблемами сталкиваются наследники? – Наследники, к сожалению, бывает вроде бы сейчас век доступности информации и достаточное количество нотариусов, но получают неверную информацию по срокам принятия наследства, получают у некомпетентных лиц. По закону вообще оформление наследства исключительно занимается оформлением только нотариусов. Знаете, что есть юристы, судьи, адвокаты, но вопросами наследства занимаются только нотариусы. И вот где-то человек в банке, в цоне, неукомпетентных лиц, например, спрашивают и, соответственно, неправильные ответы получают. И часто получают, что пропускают срок принятия наследства. Чаще неверная информация идет, что к нотариусу надо обращаться после шести месяцев. И клиент приходит после шести месяцев, и ему потом приходится в судебном порядке доказывать уважительную причину пропуска срока, собирать документы, соответственно, время терять. Вот эти шесть месяцев предоставлены, это достаточное количество времени, я считаю, чтобы независимо от места жительства, хоть за границей, или хоть как, да, наследник имеет право, я думаю, что достаточно времени, чтобы обратиться к нотариусу. Но бывает, вид принятия наследства у нас идет, как путем подачи заявления к нотариусу, есть еще другой вид принятия наследства, фактическое принятие называется. То есть, если наследник проживал в этом доме, в наследуемом доме, владел имуществом наследодателя, допустим, ездил на его автотранспорте, оплачивал коммунальные услуги, в таких случаях нотариус принимает наследника без обращения в суд. То есть, достаточное доказательство, он фактически вступил в наследство, он может без обращения в суд по истечении шести месяцев обратиться к нотариусу. Часто люди путают, вот эти шесть месяцев, до шести месяцев наследство не выдается. До шести месяцев нотариус выясняет круг наследников, количество наследников. Само наследство выдается только после шести месяцев. Но обратиться нужно до шести месяцев, да? Да, желательно, да. Если совместно не проживать, в другом городе проживать, обязательно надо принять все меры, чтобы вступить в наследство своевременно. Вот по истечении срока, да, вы сказали, что если истекает срок, все равно как-то можно получить это наследство. Да, без обращения в суд, да. Какие, например, уважительные причины? Вы сказали, нужно будет доказывать уважительные причины в суде. Вот какие это уважительные причины? Уважительные причины, допустим, человек находился в больнице, по болезни не мог обратиться. Еще в местах лишения свободы бывают наследники находятся и не могли иметь возможности обратиться к нотариусу. Еще можно перечислить вот обязательно уважительные причины, когда наследником является несовершеннолетний ребенок. И за него действует его законный представитель. Неисполнение законным представителем и своевременное обращение. Это и есть уважительная причина для самого ребенка. Ну, то есть в любом случае, если прошло эти 6 месяцев, есть определенные причины, и все-таки можно вступить на следство. Если этих причин нет, то, скорее всего, вы уже и не докажете, да, что просто по незнанию, например, если человек не обратился, это все уже его вина, и тут никто ничего сделать не сможет. Это решение принимает по восстановлению срока либо признание человека, принявшим наследство. Это решение принимается только суду, на усмотрение суда. Какие обязанности есть перед наследниками при оформлении наследства? Наследственное право, как таковое, это право, это не обязательство. Человек может принять это наследство, может не принимать. Его принудить невозможно принять наследство. Бывают такие ситуации, когда, допустим, имущество заложено, есть заинтересованные лица кредиторы, они хотят, чтобы наследник быстрее вступил в наследство, потом обратить взыскание на это имущество, но наследник заинтересован не принимать наследство. И в таких случаях его никто не может обязать, чтобы он пошел, оформил у нотариуса. Бывают такие иски поступают, чтобы обязательный наследник оформил наследство. Есть обязательства, которые переходят к наследникам по долгам наследодателя. У нас есть статья 1081 гражданского кодекса, где говорится, что наследникам переходит имущество, обязательства наследодателя в рамках, в пределах полученного имущества. Вот здесь хотелось бы разъяснить, тоже бывает недопонимание. Наследник в этом случае не отвечает за долги наследодателя своим имуществом. Он отвечает только в размере того имущества, которое он получил. Допустим, если долг составляет миллион тенге, а наследство получено 500 тысяч тенге, наследник отвечает только за эти 500 тысяч тенге. Миллион тенге уже он не несет своим имуществом, личным имуществом, он не обязан оплачивать кредит и совершать какие-то действия по возвращению за должности наследника, наследодателя. Расскажите, пожалуйста, как составляется завещание, как определяется его пригодность и какие вообще есть требования к оформлению завещания? Завещание оформляется со слов завещателя, и требуется по законодательству обязательное присутствие свидетелей при составлении завещания. Есть еще виды завещания, секретное завещание. Для того, чтобы составить завещание, подтверждать родственные отношения, либо подтверждать наличие имущества, нет необходимости. Здесь только самое главное – это волеизъявление завещателя. Вообще, как бы я хотела бы обратиться к гражданам, чтобы они позаботились составить завещание заранее о своем имуществе. Во многих случаях завещание облегчает оформление наследства. Даже если нет никаких споров, бывают такие ситуации по документам. Допустим, человек, наследник, наследодатель неоднократно вступал в брак, менял фамилию, где-то документы утерялись. Документы, подтверждающие родственные отношения, если люди в разных государствах, тем более, если в наше время раньше одно государство было, и архивы не сохранились, и приходится где-то в судебном порядке родственные отношения устанавливать. Во избежание таких случаев и во избежание спора между наследниками, завещатель, конечно, позаботился о своем имуществе при жизни составив завещание. Завещание по самому составлению очень простое нотариальное действие, не требует никаких усилий ни со стороны нотариуса, ни со стороны наследодателя. Вот только на словах. Самое главное, чтобы данные были правильно указаны наследников самих. И имущество со слов. Там есть вообще простое еще завещание, еще самое простое, что указать без определения, не указать конкретное имущество, прописать все мое движимое, недвижимое имущество, которое окажется, принадлежащее мне ко дню моей смерти, в чем бы оно ни заключалось, и где бы ни находилось, завещает о ком-то. Потому что, видите, имущество сегодня одно завещали, потом продали, да, чтобы не привязывать к имуществу, если нет никаких, как бы, других претендентов, лучше, конечно, такое составить завещание. Потому что у вас не было вклада на момент составления завещания, оно потом у вас появилось, а вы укажете одно имущество, а вклад уже останется, будет делиться между наследниками по закону. И еще такой момент, я бы как бы рекомендовала бы обязательность составить завещание тем наследникам, тем наследодателям, гражданам, которые и не имеют наследников в первую очередь. То есть, когда нет супругов, родителей, детей, да, мы как часто называем, одинокие люди, но у них есть братья, сестры, бывает, что и братьев, сестер нет. Конечно, лучше в таких ситуациях позаботиться, составить завещание тому человеку, которому хотели поставить свое имущество. Есть еще вид, люди часто путают, завещание с дарением. Завещание – это распоряжение имуществом на случай смерти. Завещание при жизни наследодателя, завещателя, не имеет силы. Оно лежит, как бы, то, что... Да, часа. Да, момента, да. Поэтому при жизни завещатель может в любое время отменить свое завещание, изменить его, составить новое завещание на это же имущество. Новое, последнее завещание автоматически отменяет предыдущее завещание. А дарение – это переход имущества при жизни. Это двусторонняя сделка, там дарители, одаряемые присутствуют, подписывают, с момента регистрации имущества регистрирующих органов уже одаряем, становятся собственником. Права дарителя уже теряются. Поэтому бывает, люди, мы путем разъяснения, выяснения, люди путают иногда, приходят в дарение, хотят вот дарствен, дарствен, а на самом деле он имеет в виду завещание на случай. Есть такой вид нотариального действия, договор ренты с пожизненным, содержанием называется. Что касается одиноких людей, есть у него имущество, квартира в виде недвижимости, имущество, и ему некому оставить завещание. Он может составить с проверенным человеком договор ренты. Рентополучатель в этом случае обязуется содержать этого человека, нести все расходы по его, лечению, пропитанию, все нести, по содержанию имущества. В случае смерти берет на себя обязательства нести расходы, связанные с погребением. При жизни составляется договор ренты, собственникам, он зарегистрируется как обременение при жизни, собственник регистрируется на нового рентополучателя, но на нем будет сеть обременение. Только в случае смерти он уже полноценно снимает это обременение, предъявится действие о смерти и становится полноценным наследователем. Но такой вид нотариально есть очень редкий. Хотелось бы поговорить об особенностях оформления наследства, если имущество находится за границей. Как это возможно? Нашим гражданским кодексом предусмотрено, что по месту нахождения в таких случаях оформляется два наследственного дела. Если есть часть имущества, которое находится на нашей территории, здесь оформляется наследственное дело. Если часть имущества находится за пределом нашего государства, то по месту нахождения имущества уже другой нотариус, тот нотариус будет заниматься. В той стране? Да, в той стране. Они, допустим, в наших ситуациях, если у нас наследник находится там за границей, имущество здесь находится, наследодатель имеется в виду, мы запрашиваем по месту нахождения имущества нотариусов о количестве наследников, сведения о наличии завещания. Это запрос не как по почте мы отправили письмо через международный орган. Мы запрашиваем, направляем нотариальную палату, нотариальную палату в свою очередь департамент юстиции, департамент юстиции отправляет в министерство юстиции, министерство юстиции запрашивает министерство юстиции того государства. Вот такой большой круг, цепочка вот этих передач, этого запроса. И ответ тот же самый, обязательно через Министерство юстиции. И там сроки такие же в течение полугода? Да, в течение полугода. И последний вопрос, который бы я хотела на сегодня задать, это как часто происходят изменения в законодательстве о наследовании и какие последние были? В принципе, законодательство о наследовании практически не изменяется. Есть новшества, этому новшеству почти уже больше 10 лет. Это прямо из последних таких годов? Да, может быть, я сейчас даже могу не припомнить. Допустим, раньше безвыходная ситуация такая появлялась. То есть, имущество на наследодателя оформлено, но не зарегистрировано в регистрирующих органах. А теперь у нас где-то с 2007 года, вот эти мнения были внесены, наследники имеют право получить не на само имущество, а на неимущественные права. То есть, право наследодателя обращаться в компетентные органы, получать архивные документы. Я когда объясняю клиентам эту ситуацию, объясняю, как доступно для них, это как получают силу доверенности от умершего человека. Потому что нет человека в живых, и никому эти документы в архиве не выдаются, допустим, не регистрируются. Вот это свидетельство о праве на наследство, на неимущественные права дает наследнику право обратиться в компетентные органы, получить его дубликаты, зарегистрировать. Вот это вот то, что я из последних... Ну тут важно еще раз отметить, что если законодательство так часто не меняется, основные правила можно запомнить и вовремя обращаться, вовремя получать свое наследство, чтобы, так сказать, не усложнять всю эту ситуацию. Ну вот лицами мы ищем, допустим, неоднократные браки, знаете, получается потом очень такие ситуации. Ну в своей практике я как бы стараюсь бежать, чтобы наследники обращались в суд, годами судили, делили наследство. В таких случаях у нас есть действие такое, называется раздел наследственного имущества между наследниками. Его стоимость у нас на сегодняшний день, допустим, 37 тысяч, а если в случае они будут обращаться в суд и будут делить наследство через суд, они от стоимости наследства, там, минимум там 1% куспошни только заплатят. Это очень большая сумма. Это регулируется, все вопросы решаются. Самое главное, доступно разъяснить клиентам, чтобы они были вооружены. Знали свои права. Время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас, что вы пришли к нам в студию и ответили на все вопросы. Спасибо. Дорогие телезрители, а мы не прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин